Настроение хорошее. Мечты сбываются, да? Да, да, да. Пенсия такая смешная, такая маленькая. Ну, раз уж я оказалась в Нахичеване, то я уже думаю, поснимаю я для вас архитектуру. Вот этот ребенок прыгает на бабушку. Всем привет! Начинаю новый влог. Это мы с Дэней вдвоем начинаем новый влог. Скажи, Дэня, привет. Скажи всем привет, привет. Дальше есть. Вот я к Дэньке пришла. Мама, пока по своим делам. Ты уже пока, говоришь, подойди. Мы же только поздоровались. Ты уже пока. Нравится ему на меня прыгать. Я уже подушкой закрылась. Да. Вот ты какой-то. Вот он ты какой-то. Прыгаешь на бабушку. Вот так. Живет и прыгает прямо на бабушку. Подушку на меня положил и прыгает. Если подушку убрать, он будет прыгать на меня без подушки. Да? Да? Скажи, да. Скажи, да, да. Все, дай спать. Не спать. Не спать? Ты не хочешь спать еще? Ну ладно. Только не прыгай, а то сейчас спать пойдет. Не спать. Не хочешь. Все, хватит на мне прыгать. Я тебе что, я тебе что, подушка? Все, вот здесь. Все, не-не-не-не. А пойдем спать? Пойдем. Не спать. Не спать. Хорошо, не спи. Только тогда давай откроем балкон. Мне жарко. Ты зачем закрыл балкон? Ой. На телефон снимаю. Освещение какое-то такое не очень, да? Ужасное. Ну камеру не взяла я с собой. Значит снимать на телефон буду сейчас пока. Пока. Всем привет. День следующий. С Денечкой я опять осталась уже. В воскресенье сегодня. Он там сидит в ванной, сам по себе играет, ковыряет. Сейчас пойдем посмотрим, чтобы он меня не видел, что он там делает. Мамуля наша уехала там с блогерами встречаться. А мы с Деней опять вдвоем тут сходим. Ты меня увидел, да? День, ты увидел, как я за тобой подглядываю. О, высморкался, молодец. День, вылази. Может ты уже накупался? Вылази. День, вылази. Вылази. Да? Или не вылази? Нет, не вылази. Будешь вылазить? Не хочешь? Ну, плавай. Плавает он там. Плаванием занимается. Ну, вот у нас Денечка начинает теперь с ума сходить. У нас начинается, когда вечер, начинаем уже все. И на стол залазить, и что только не делать. То на бабушке попрыгаем, на кровати попрыгаем. Везде надо попрыгать. Да? Давай, Денечка, я буду тебя снимать. Залез? Молодец. Все? Скажи всем привет. Привет. Привет, привет. Любит баловаться у нас с ребенком. Деня, а зачем ты включил планшет? Ты же его не смотришь. Просто, чтобы работал, он же сядет сейчас. А потом скажешь, планшет сел, не работает. Ой, неужели ты присел посмотреть планшет? Бесился только что, с ума сходил. Как можно мимо такой красоты пройти? Вот просто не могу. Бабье лето у нас уже заканчивается. Но еще теплые деньки. Ну, здорово, когда вот октябрь. Тепло, ветра нету, солнышко. Золотая-золотая такая осень. Вообще деревья. Классно. Утро. Сейчас утро ранее. Красивая красота. Сегодня хоть туман. Девочки, вчера покрасила волосы. Вот этой краской я ей уже красила. Раньше я вам показывала. А вот это вот масло для укрепления волос, антивозрастной, я его первый раз использовала, ампульный концентрат. Ну, в краску добавила и все. Ну, его результат пока непонятен, конечно. Но вообще вот эта краска нормально красит. Сейчас я вам покажу корни. Кстати, всем доброе утро. Я не здороваюсь, ничего. В общем, вчера покрасила. Ну, вот так вот. Вот такой результат. Корни хорошо прокрасились. Седина прокрасилась. Все здорово. Мне нравится. В общем, нормальная краска. Стоит она, в принципе, недорого. И результат хороший. Бионика. Ну, это как бы там на натуральных продуктах она изготовлена. В общем, я думаю, там меньше просто вреда. Хотя, кто его знает. Ну, в общем, хорошая. Мне нравится краска, бионика. Нормально. Берите, если кому нравится. Все. А сейчас я собираюсь. Мы кое-куда собираемся с дочкой. Ну, не могу я удержаться. Показать вам подушечки. Наволочки. Вот такие купила. Две наволочки. Вот такие вот. Они мягкие, мягкие, симпатичные. Такой розовый, сиреневый цвет. Мне нравится. В общем, теперь они у меня тут будут на фоне тасоваться. А то мне так хочется что-то такое. Какие-то пятна. Такие яркие здесь видеть. Так. Камера прыгает, потому что неудобно. Я сейчас на телефон влог снимаю. И неудобно в руках держать ее. В общем, показала, похвалилась. Покупочки свои такие. Они, кстати, по 180 рублей стоят в нашем универмале. Девочки, не могу прямо не показать вам такой пейзаж. Сейчас погода очень хорошая. Хотя 9 утра. И у нас вот уже конец октября. Видите, на градусники температура. Это только в 9 утра сейчас так тепло. Днем там будет 20 опять. 20 с лишним может быть. И вот эта золотая осень, бабье лето, оно так задержалось. Ну, вообще, очень-очень-очень прямо мне нравится. Красивая, красивая осень. И тепло. Сейчас ветра нету. Ну, легкий такой ветерочек. Прямо приятно. Вообще, эта зима обещает быть теплой. А, еще же забыла вам сказать. Я же теперь официально на пенсии. Уже получила первую пенсию. Пенсия такая смешная. Такая маленькая. Что я даже озвучивать ее не буду. Но вообще, это конфиденциально считается информацией. Хотя, такие деньги, блин, это вообще. Я не знаю, как пенсионеры живут, если им никто не помогает. Если они не в состоянии подрабатывать. Это ужас. Ну, в общем, короче говоря, осталось только теперь справку получить. Сейчас выдают не корочки такие пенсионные удостоверения. А выдают справки. Я не знаю, какого формата справка. Вообще, как с ней ходить. Вот если, допустим, там на транспорте. Или в магазине скидку получить. Это все время таскать какую-то бумажку с собой. Но я ее сначала получу. Вам покажу вообще, как она выглядит. Что за полотно. Говорят, полотно какое-то. Хай. 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 Мы с дочерью гуляем по делам. Хорошая погода. Дела. Ой, я посмотрю, что он здесь у нас с тобой. У тебя рука трусит. Смотри. Ну, а как? Я иду. Давай остановимся. Давай остановимся. А то вот это вот у девчонок тошнит, честно. Девчонки. Вот мы гуляем по делам. С кем хайпис? Ну, что ты хотела сказать? Хотела сказать, что погода хорошая. Бабди и лето затянулось. Вообще классная такая. Прям как летом. Да, хорошо? Вообще. И даже ни душно, ни жалко освежее. Настроение хорошее. Мечты сбываются. Да? Да, да, да. Давай, давай, давай. Мы счастливы. И мы счастливы. Скоро все узнаете. Да. Да. Все дальше. Девочки, я в пенсионном. Мне несказанно повезло. Людей нет. Я просто подошла к окошку. Отдала паспорт. Мне записали. И сказали, вам позвонят. Придете, получите справочку. Очень здорово то, что мне нужно... Мне, может быть, повезло, что ни людей, ни очередей. Я больше всего боялась, что мне придется здесь долго, где-то в очереди сидеть. Не люблю я вот эти конторы. В общем, класс. Все. Иду домой, жду звонка. Когда позвонят, приеду и просто заберу справочку. Без очередей, без ничего. Все. Класс. Какой красивый закат, а? Красный такой. Погровый закат. Красота. Я не знаю, передаются цвета. Вообще, такие красивые цвета. Передаются они через телефон или нет. Девочки, я решила сделать овощной рагу с мясом. С фаршем. Вот я собрала, что у меня есть тут. Так как у меня кабачка мало, я добавлю еще парочку картошечек. Ну и помидоры, болгарский перец, лук. И фарш у меня уже готовый, уже обжаренный. Сейчас я все это почищу, порежу, закину в мультиварку. Чуть-чуть водички добавлю. И поставлю на тушение. Ну вот я все порезала, посолила. И все сложила в мультиварку. Сейчас я это залью кипяточком. Но я не буду покрывать кипятком. Налью чуть-чуть. Ну где-то может быть в стакан. Потому что там сок еще кустит. Чтобы не было слишком жидким. Закрою, поставлю режим тушения на час. Ну вот овощное рагу готово. Сейчас сяду его кушать. Такая вкуснятина получилась. Пахнет вкусно. Девочки, эта температура на улице. Я прям не знаю, что одевать. Вот надо собираться на улицу сейчас. Что одевать? Хоть по-летнему одеваясь. Но по-летнему вроде уже не очень. В кофте жарко. Сейчас я вам покажу градусник в комнате. Окно раскрыто нараспашку. Сижу. И тем не менее в комнате у меня 27 градусов. Это вот термометр в комнате. С ума сойти жара какая. Окно открыто и все равно жарко. Хотя и батарея у меня выключена. Я ее выключила. Все равно жара. О, фотка. Я на коне. В общем, девочки, еду в пенсионы. Еще одна попытка получить эту справку. Вышла на улицу. Думаю, ехать на машине. Или на транспорте, на автобусе. Думаю, вообще погода классная. Думаю, прогуляюсь я. Так что я иду сейчас на остановку. Я в троллейбусе еду, представляете? Девочки, а вот это у нас театр юного зрителя. Вот раз я уже тут оказалась рядышком дома, покажу вам это здание. Кстати, здание старое, такая архитектура наша, местная. Такое красивое здание. Вот, а тут мы видим как раз вот детишки, школьники на спектакль, видно, приходили. Ну, пойдемте дальше. Красивое здание, правда? Вот это как раз главный вход. Тут список у нас идет спектаклей. 90-й театральный сезон. Ну, пойдемте дальше. Ну, вот я вам покажу театр с другой стороны. Там дальше мы видим за театром находится дворец культуры. Раньше был это дворец культуры Красного Оксая. А сейчас это уже здание как-то по-другому называется. Вот тут я, кстати, увидела памятник. Этот памятник я раньше не видела. Я не знаю, когда его тут поставили. Ну, вот то, что я здесь читаю, тут написано 1717-2017. Это 300 лет российской и ново-нахичеванской епархии и армянской апостольской православной церкви. Ну, вот такой вот памятник я только сейчас на первый раз увидела. Ну, раз уж я оказалась в Нахичеване, то я уже думаю, поснимаю я для вас архитектуру. Вот видите, вот это здание тоже, вот сейчас его, оно отреставрировано. И здесь вот как-то армянские такие, ну, в общем, это здание старинное еще, больше 100 лет этому. Здесь много таких зданий. И вот сейчас они сочетаются уже, видите, с такими высотными зданиями современными. А когда-то здесь был совершенно частный сектор и были частные дома. Богатые, бедные, в основном армяне жили, но сейчас уже живут разные люди. И вот такая вот архитектура тоже, видите, еще старинное здание. Но у нас архитектуру стараются сохранять. Для нас сохраняют еще вот эти здания. А здесь вот поставили церковь. Ну, вообще когда-то, когда-то здесь церковь была. Потом ее сломали в советские времена, еще в начало советских времен. И потом вот уже, ну, скажем, не так уж давно поставили здесь церковь опять. Теперь здесь она есть, Нахичеване. Дальше тоже видим здание старой архитектуры. И, кстати, в то здание я иду. Там пенсионный фонд у нас находится. Ну, вот видите, совсем неожиданно для себя я маленькую такую экскурсию для вас провела. Ну, по Нахичеване, и то это даже такой маленький кусок, пока я прошла от остановки до пенсионного фонда. Видите, как полезно иногда ездить на транспорте, а не на автомобиле своем. Ну, сейчас хорошая погода, я решила воспользоваться и прогуляться. В общем, девочки, получила я справочку. Действительно, она вот в таком вот полотне, вот такая огромная справка. И я не знаю, как ее таскать в сумке, в кармане. Она износится очень быстро, ну, просто какая-то тряпочка. В общем, мне подсказали зайти в торговый центр и, в общем, заламинировать, лишнее обрезать и заламинировать. Ну, отдала девочкам ламинировать. На всякий случай, как раз-таки, я и заказала две справки, потому что одну будем ламинировать, вдруг одна испортится, что вторая осталась. Ну, вот заламинированную получу и посмотрю, что там из этого получится. Погуляю пока по торговому центру. Ну что, мои хорошие, из формата А4, в общем-то, сделали вот так. Обрезали лишнее, уменьшать масштабировать не стали, потому что там не видно уже будет двух, и при том, что через сероцико делается, а тогда печать будет не синего цвета, а черная. В общем, получилась ерунда, пытались уменьшить это, вот так сделать. Ну, в общем, не то. В общем, заламинировали, буду я ходить вот с такой справкой, теперь в транспорте показывать, на кассе показывать, в магазине. Вот за продуктами пошла, показала, что тут все нет, потому что списки такие положены. В общем, короче, вот такой кошмар. Ладно, девочки, затянулось мое видео, и я хочу на этом свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Продолжение будет уже в следующем видео. Это видео я заканчиваю, чтобы они были слишком длинными. До продолжения следуем. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok